Всем привет! Это FreeStudio21.com. И сейчас я сделаю отчаянную попытку попробовать втиснуть 16 времен глаголов active voice в одну крошечную табличку. Но посмотрим, что из этого получится. Я пропишу все вспомогательные глаголы, где какие, где какие там окончания, как оно там образуется и все такое. Поехали! Present simple. Simple у меня будет синий, continuous красный. А все остальное подумаем по ходу дела. Итак, present simple. Свомогательный глагол do или does. Do – это I, we, you, they. С этими местоимениями. Короче, первое, второе лицо единственного и множественного числа и третье лицо множественного числа. Does – это только he, she, it. То есть третье лицо единственного числа. Далее. Как образуется? Глагол плюс и с. Если у нас третье лицо единственного числа. Или же просто глагол в чистом виде, без всяких окончаний, без всяких добавлений. Это первое лицо, второе лицо и третье лицо множественного числа. Далее. Какие характерные слова мы знаем? Usually, обычно, always, всегда, sometimes, иногда, sometimes. Что мы еще знаем? Что там еще может быть? Ну, everyday, например, такое. Что-то может быть там каждый день, каждый год, каждый месяц. Every month, every year, every morning и так далее. Кроме того, never. Можно также. Never. Often. Часто. Seldom. Редко я не помещаюсь. Seldom. 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 Ну и, наверное, больше rarely еще может быть. Rarely. Редко тоже. Это почти то же самое, что seldom. Как бы то ни было, это основные слова. Ясно, что не все. Самые типичные. Далее. Present continuous. Вспомогательный глагол. Is. Are. Am. Am употребляется только с I. Are употребляется с you. They. И. We. Is употребляется с he, she, it. Теперь смотрим, как образуется. Is. Are или am. Но один, естественно, из них. Плюс глагол с ing. Глагол с ing. Далее. Какие характерные слова? Now. Сейчас. Самое-самое известное. At the moment. Сюда же можно отнести. At the moment. В данный момент. Ну, и в сложных предложениях, если там есть какие-то... Также, если есть уточнения по времени, если процесс, если какое-то действие такое временное, и если планы на будущее. Там могут быть слова tomorrow, next morning и так далее. Далее. Present perfect. Present perfect. Вспомогательный глагол. Have. Это I. We. They. Что там еще может быть? You. В общем, все глаголы, кроме третьего лица... Все местоимения, кроме третьего лица единственного числа. Has. Это he, she, it. Третье лицо единственного числа. Образуется. Have или has. Плюс глагол с идом. Ну, это так, по-народному. А вообще, правильно это называется participle to. Или past participle. Как хотите, говорите. Это правильно. Вот так надо. Вот так грамотные люди говорят. Далее. Теперь его характерные слова. Not yet. Ну, not может быть, может не быть. Обычно оно бывает, но иногда yet. Пока. So far. Пока что. То же самое, в принципе. Сюда же already. Уже. Сюда же можно отнести еще что? Какой там еще? Recently. Последнее время. Laterly. То же самое. Последнее время я его не буду писать. Это то же самое. Since. С того времени как. Кроме того, что сюда еще? Just. Только что. Ну, и, наверное, ever еще. Когда-либо. Следующий. Present, perfect, continuous. Один из самых интересных. Present, perfect, continuous. Какие вспомогательные глаголы? Правильно. Те же самые. Have или has. Я не буду писать, когда, где употребляются. Думаю, ясно. Далее у нас образуется. Have или has. Дальше у нас должно стоять been. Обязательно. А дальше у нас глагол с ingham. Это же continuous. Далее. Какие характерные слова? Ну, характерных слов, по большому счету, у него нет. Ну, up to now. Можно тоже сюда отнести. Up to now. Прекрасно. И в present, perfect, употребляется. Up to present. Сюда же. For. Очень часто употребляется. Present, perfect, continuous. Плюс время. Какое-либо. Далее. Переходим. Следующая группа. Это прошедшие времена. И далее у нас past, simple. У него один единственный вспомогательный глагол did. На все случаи жизни. Образуется. Образуется глагол плюс it. Или вторая колонка таблицы неправильных глаголов. Не третья, вторая. Какие у него характерные слова? Любые слова, которые показывают нам прошлое. Слова, показывающие прошлое. Ну, наверное, я не буду это писать. Это как бы очевидно и понятно. Yesterday time, last month, last year, last morning и так далее. И тому подобное. И так далее, и так далее. Далее. Past, continuous. Past, continuous. Вспомогательный глагол was или were. Вспомогательный глагол was. Это единственное число. Were. Это множественное число. По большому счету. Вот так вот. Множественное число. И всегда you. You всегда were. Далее. Как образуется? Was или were. Were. Плюс глагол с ингом. Здесь тоже не мешало бы, наверное, рисочки поставить вот так. А то кто-то подумает, что и всех сразу надо употреблять. Далее. Какие характерные слова? Ну, пожалуй, характерных слов трудно назвать. Ну, вот, например, the whole month, the whole evening, the whole day, the whole afternoon. Дальше какое-то там время. Период времени указан. Или from. Время какое-то там. Till. Какое-то опять время. Или while. Там чего-то. Было чего-то. Вот такие слова, характерные для него. Далее. Спускаемся ниже. Past perfect. Past perfect. Спомогательный глагол только один. Had. Образуется. Had. Плюс. Past participle. Мне надоело писать id. Participle. To. Participle to. То есть, третья колонка таблицы неправильных глаголов или глагол с идом. Какие у него характерные слова? Ну, характерных слов так нету. Ну, вот by чего-то там, какого-то. Clock. Очень характерное выражение для past perfect, особенно в галлицинском. Before. Очень часто употребляется. Плюс еще действие какое-то. Вот. Ну, вот, пожалуй, наверное, все. Больше ничего не скажешь. Далее. Past perfect continues. Had. Опять же, вспомогательный глагол тот же самый. Образуется had плюс been и плюс инг. Инговая форма. И какие у него характерные слова? Да все те же самые, что и у past perfect. Поэтому я не буду особо на этом заострять внимание. Далее. Следующее. Future simple началось. Future simple у нас. Вспомогательный глагол shall и will. Shall почти extincted, как говорится. То есть, это так. I, we. Это так. Для проформы. А will – это все остальное. Ну, остальные местоимения, скажем так. Местоимения. Или местоимение неправильно будет. Остальные лица и числа. Ну, это, наверное, понятнее будет. Или все лица и числа. Это еще понятнее. Итак, образуется. Shall или will. Что больше вам нравится. Плюс глагол в чистом виде. Никаких окончаний, никаких добавлений, ничего. Напишу, что это глагол. Чтобы было понятно, что это за V у меня такое. Далее. Какие у него характерные слова? Ну, tomorrow. Tomorrow. Там, next. Next evening. Next day. Там, не знаю. В общем, все, что означает будущее время. Next. Там плюс время какое-то там. Ну, в общем, все, что означает будущее время. Далее. Future continuous. Опять же. Shall. Или will. Без изменений. И образуется. И образуется. Вот образуется он уже немножко не как нормальные континиусы. Will. И дальше нам надо добавить be. А дальше нам надо добавить инговую форму. То есть, в отличие от предыдущих континиус. Если мы посмотрим здесь. Здесь у нас to be и инговая форма. Там тоже было to be где-то наверху. Вот оно. И инговая форма. А здесь у нас shall, will, to be и инговая форма. Ну, допустим, такое. This time tomorrow. Вот у вас может быть такое выражение. Если вы такое встретили, можете быть уверены, что это у вас future continuous. Или когда четко указано время в будущем. Или процесс в будущем. Далее. Future perfect. Future perfect. Опять тот же самый вспомогательный глагол. Shall. Или will. А вот образуется он уже иначе. Shall. Или will. Дальше. Have. А дальше. Past participle. Или participle to. Мне негде писать. Иногда пишут perfect infinitive. Это тоже, в принципе, правильно. И это тоже может быть. Это одно и то же. Поэтому по большому счету без разницы. Итак. Какие у него характерные слова? Ну, тоже может быть. Ой, я не тем цветом это нарисовала. Это должно было быть зелененьким. Вот это зелененькое. Вот это все у меня должно быть тоже зелененькое. Цветовая идентификация важна. Как бы то ни было. И дальше у меня характерные слова. Ну, какие? Ну, тоже может быть before. Плюс какое-то действие в будущем. Ну, пожалуй, больше ничего такого характерного для него нет. Нужно смотреть контекст. Далее. Future perfect continuous. Еще лучше. Future perfect continuous. У меня уже тем цветом, что надо. Итак. Как вы думаете? Правильно. Вспомогательные глаголы те же самые. Shall и will. А вот образуется он еще сложнее. Shall или will. Have. Дальше. Been. И дальше инговая форма. Вот такая картина. Если вы не запутаетесь. Ну, что сказать. Ну, это редкий случай, поэтому тут такое дело. Характерных слов у него как таковых нет. Тоже можно for сюда отнести, как характерное слово. Можно before тоже ставить. Ну, и так далее. For плюс время. Там обязательно время должно указываться, ибо это continuous. Далее. Future in the past simple. Боже мой, осталось еще 4 времени. Future in the past simple should. Вспомогательный глагол. Это I и will. Тоже почти что исчезающий вид. И вот все остальное. Остальные. Или опять же я напишу, наверное, все. Все лица и числа. Без разницы. Вуду все равно. А should вы переборчик. Как образуется? Should. Или вот. Вот. Плюс глагол. Без изменений. Далее. Какие характерные слова? Да практически все те же самые, что и для будущего времени. Поэтому я писать не буду. Учитываем то, что он ставится только после past. После. Стоит после past. Ну, я не буду это писать. Далее. Future in the past continuous. Опять та же самая история. Would. Should, вернее. Правильнее. Так. Should. Should. Или what. Все то же самое. Здесь опять should. Или what. What. Плюс. Что нам надо поставить? Если кто-то сомневается, вы можете всегда заглянуть во future continuous. Потому что future continuous и future in the past – это почти то же самое. Поэтому можете спокойно ориентироваться. Если у вас нет подсказки на future in the past, обращайте внимание на будущие времена просто. И инговая форма. Все то же самое. Разница только в вспомогательном глаголе. И я не буду, наверное, тоже писать слова спутники, ибо по большому счету это будет высосано из пальца. Далее. Future in the past perfect. И, наконец-то, у меня опять зеленый цвет. Меня раздражает этот красный цвет здесь. Я вот так пообвожу. Потому что, чтобы не сбивать никого с толку, что это perfect. Will. О, как-то так. Вот так. Future in the past perfect довольно редкий зверь. Поэтому я не думаю, что вы его часто будете встречать. Ну, как бы то ни было. Начали. Надо продолжить. Should. Would. Опять же. И опять же, это полная аналогия future perfect. У нас будет should или would. То же самое все. Плюс have. Плюс participle to. Или, по-другому говоря, perfect infinitive. По большому счету, все то же самое. Perfect infinitive. Я тоже не буду писать характерные слова, потому что все равно это времена, которые употребляются в согласовании времен. Поэтому там все зависит от времени, которое стоит перед ними. Далее. Future in the past perfect continuous. Боже мой. Это чудо. То же самое, что future perfect continuous. Да. Future perfect continuous. Так. Оно у меня фиолетовое. Значит, это будет should. Опять же. Или would. Все то же самое. Дальше у меня опять образуется should. И тут самое главное поместиться. Чтобы поместились все эти глаголы туда, куда надо. Дальше have. Обратите внимание, что has не бывает ни во future perfect continuous, ни во future in the past. Been. И дальше инговая форма, которая у меня не помещается. Ну, вот как-то так. Ну, и слова-спутники я тоже писать не буду. Вот такая интересная штуковина. Давайте я, наверное, ее маленько уменьшу, чтобы было видно. И посмотрим, сравним, как это, как оно. Да? 16 времен. Все, как говорится, все в наличии. Вот оно. Вот они все. Правда, теперь уж точно ничего не видно. Вот оно все во всей красе. Все времена. А, наверное, надо увеличиться, потому что точно ничего не видно. О, так-то лучше. Как видите, вспомогательные глаголы повторяются. И как ни странно, как ни странно, самыми простыми с точки зрения построения являются perfect, являются continuous, которые, казалось бы, на первый взгляд должны быть сложнения. Самыми сложными, пожалуй, можно считать present simple, past simple, потому что у них вспомогательные глаголы, ну, у past simple еще туда-сюда, но вспомогательные глаголы прячутся, нужно их помнить. У этих всех вспомогательные глаголы налицо, поэтому очень удобно. Ну, что сказать на это? Очень даже ничего. Я, наверное, сделаю еще один ролик, покажу какой-то конкретный пример. И прогоню какую-то фразу по всем временам, посмотрим, что из этого получится. А это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.